Всем добрый день! Это программа «Люди и дело» на Залив ТВ. Гость сегодняшней нашей программы известен практически всем сестроречанам. Именно он создал паблик ВКонтакте под названием «Наш город Сестрорецк». Это депутат муниципального совета Сестрорецка Юрий Козырев. Субтитры создавал DimaTorzok Юрий, добрый день! Здравствуйте! Я знаю, что вы всю свою жизнь выстроили сами. Вам никто не помогал. У вас не было высокопоставленных родственников. Вы добивались и пробивались, опираясь на свои силы и свои способности. Скажите, может быть, у вас есть твоя любимая поговорка? Слушайте, я не знаю, как поговорка, но в свете вашего вопроса Генри Форд сказал, что «когда тебе кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра». Если относиться к тому, с чего мы начали с вами разговор, а если относиться к русскому фольклору, я бы сказал, что без труда не выловишь рыбку из пруда, это работает, за что ни возьмись. А что же для вас самое важное в работе? Может быть, процесс труда, возможность помочь людям или же заработок? Нравится на самом деле процесс. Процесс работы, процесс труда, потому что за ним всегда стоит результат. И вследствие этого складывается и заработок, и все остальное сопутствующее. Конечно же, это работа. Вы недавно получили новую должность. Расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы принимали решение, соглашаться или же нет? Тут все банально просто на самом деле. Я работал до этого 8 лет в муниципальном монетарном предприятии. Сакура, которая занималась благоустройством в городе Сестрорецке, но правительство Российской Федерации решило, что эти предприятия нужно сократить, ликвидировать, либо чтобы они имели иную форму собственности. Руководством Сакуры было принято решение, что ее ликвидируют. И встал вопрос о моей новой работе. И тут получилось стечение обстоятельств, что вакантное место оказалось в школе. Я пришел к директору Светлане Александровне и говорю, может, попробуем. Она согласилась. И вот мы уже второй год работаем вместе. У школы номер 434 замечательное прошлое. Но был и долгий период реконструкции. Конечно, хотелось бы в самом лучшем виде сохранить это долгожданное обновление на многие годы вперед. Думается, так все и будет. Если заместитель директора по административно-хозяйственной работе, мы здесь теперь Юрий Юрьевич Козырев. Школа, где вы работаете, она действительно историческая. В следующем году будет 120 лет. Здесь был сделан первый краеведческий музей в Сестрорецке. Как вы себя чувствуете, работая в таком историческом заведении? Как вам сказать, моя задача – сохранить эту школу, чтобы дети, которые там учатся, чтобы учителя, которые там работают, чувствовали себя комфортно. А историческую часть в нашей школе отвечает замечательный педагог. Это Марина Александровна Левашко. Это очень такой энерджайзер в истории. Она уже съездила в Выборг, в архивы, искала информацию по поводу школы. И мы планируем в дальнейшем, в будущем, все-таки реанимировать этот музей краеведческий, чтобы дети знали, в какой школе они учатся. Стремитесь ли вы вложить свою лепту в то, чтобы наши дети проникались, погружались в историю нашей малой родины? Безусловно, конечно. В принципе, и работа муниципального совета заключается именно вот в этом ключе. Делают специальные книжки, которые дарят первоклассникам на 1 сентября, где бы они ознакомились с историей того места, той малой родины, где они живут. Мне кажется, вся жизнь начинается с малой родины, поэтому человек, рожденный в том или ином месте, должен хорошо знать про это самое место, про те исторические моменты, про жизнь предков. А где же у вас малая родина? Моя малая родина – это Камчатка. Я родился в военном гарнизоне, 12 лет прожил там. Поэтому Камчатка, Дальний Восток – это моя малая родина. А почему вы решили так кардинально, так круто изменить свою жизнь, переехав сюда, в курортный район? Ну вот смотрите, на Камчатке я прожил 12 лет. Так как отец военный, соответственно, мы переезжали вместе с ним. И он после службы переехал во Владивосток. Там я прожил 14 лет. И я подумал, Камчатка – 12 лет, Владивосток – 14 лет. Думаю, надо посмотреть еще остальную часть России. Вот. И было принято решение о переезде в Санкт-Петербург. Юрий, продолжите, пожалуйста, фразу. Прежде чем сказать ребенку «нет», я думаю о том? Я сначала говорю «нет», а потом думаю. Вот. И потом, как правило, думаю, что «да». Если женщина плачет, я стараюсь? Не плачут женщины. Когда мне что-то навязывают, я… Сопротивляюсь. Вы – муж, вы – отец прекрасных детей. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас свое место силы в нашем любимом Сестрорецке курортном районе? У меня трое детей. А трое детей? Да. Два сыночка, как говорится, и лапочка – дочка. Ну вот дочке уже 21 год. Она уже живет своей жизнью, учится в институте. Как-то уже скоро, наверное, мне будет помогать. Вот. И два маленьких несовершеннолетних ребенка вы видели, да. Самое любимое место, ну, безусловно, я скажу, что сейчас оно было всегда такое, знаете, для меня место силы – это был офицерский пляж. И после его реконструкции я скажу, что это, наверное, стало теперь излюбленным место моих детей. Потому что, приходя туда, там есть чем позаниматься, там у меня у ребенка глаза горят, и там попрыгать, там покрутиться, там полежать, там покачаться. То есть, ну, Сестрорецкий любимое место, конечно, офицерский пляж. То есть, там такая локация просто, где можно и позагорать, и в песке поковыряться, и в волейбол поиграть, и тут же тебе и для детей площадка. Хотелось бы, чтобы кафе реанимировали, чтобы можно было детям мороженое купить. Но, я думаю, это перспектива не за горами, перспектива бизнеса. Надеюсь, реанимируют там кафе, и будет такой прямо кластер, вот, прям замечательный, Сестрорецкий. Ну, и, безусловно, парк Дубки – это отдых душой, это прогулки оздоровительные. Старший сын в парке Дубки научился ездить на велосипеде. Первый раз, когда он поехал на велосипеде, это был парк Дубки. Да, я его толкнул на велосипеде по этой дорожке, и он нормально все, без проблем поехал. Сейчас вот только меняет велосипеды в плане. Растет. Суббота, воскресенье, с детьми, вечером, безусловно, ну, все домашние тяготы, безусловно, на жену кладутся. Да, я, когда вечером прихожу с работы, стараюсь максимально в меру своих оставшихся сил чем-то помочь. Вот, а так все выходные, праздники, мы с удовольствием ездим на дачу, где дети знакомятся с трудом, с землей. Вот, в этом году уже открыли дачный сезон. Старший сын уже покрасил деревья, посадили горох. Как бы, жизнь идет, дети растут. Расскажите о том, что сподвигло вас создать свою газету. Ну, это отдельно интересная история, на самом деле. Я занимался бизнесом тогда, занимался грузоперевозками. И мне нужно было как-то продвигать собственный бизнес, и я подавал объявления в различные газеты района. И потом, в какой-то момент, у меня пришла мысль, зачем я должен кому-то платить, когда я могу сделать собственную газету, сам публиковаться бесплатно, еще зарабатывать на этом деньги. А как газета развивалась годами? Как видоизменялась? Помимо того, что менялся дизайн газеты, она из немножко такого бизнес-формата перешла в некоторые социальные моменты. Потому что столкнулся с такой вещью, что многие жители обращались в средства массовой информации, как последняя инстанция для решения тех или иных проблем. А когда вы поняли, что акцент сильно сместился на интернет-издание? Скажу так, что сестра Олег сам по себе, он читающий город, газета, безусловно, работала, но она не охватывала, так скажу, не охватывала, может быть, все слои населения. Потому что у нас очень много молодежи, которые, в принципе, к сожалению, не все читают газеты. Поэтому было видно, что все уходит немножко в интернет-ресурсы. И у меня параллельно газете была создана страница в социальной сети ВКонтакте, где я параллельно с бумажным вариантом, мы публиковали материалы и в электронном виде. Юрий, а давайте с вами окунемся в то время, когда вы стали депутатом муниципального совета. Вспомните, пожалуйста, когда это было? Это был 2014 год. Как сейчас помню, 300 лет в городе Сестрорецкого. Какие самые такие яркие у вас воспоминания вот с этого периода своего времени? Слушайте, на самом деле, я бы так сказал, что каждый день, наверное, яркое воспоминание, потому что это бесконечное общение с людьми, это бесконечная работа, оказание помощи, решение каких-то проблем. Поэтому, так скажу, что весь период, наверное, яркий и красочный. А как бы вы охарактеризовали атмосферу в коллективе депутатского корпуса Сестрорецка? Слушайте, я не зря, и не только я, говорим такую фразу «муниципальная семья». В составе нашего муниципалитета находятся люди, имеющие богатый управленческий опыт, богатый житейский опыт. Поэтому это команда профессионалов, с которыми действительно, как вторая семья, можно прийти, посоветоваться, о чем-то поговорить, решить совместно какие-то проблемы. То есть люди просто золотые, я бы сказал так. Я бы даже сказала, что работа депутата имеет множество граней. А какая часть работы наиболее интересна вам? Решение каких-либо проблем, казалось бы, может быть, на первый взгляд нерешаемой, потому что невозможно все решить в рамках совета. Но когда ты видишь, что проделана какая-то работа, к сожалению, не все быстро делается. Некоторые вещи мы ждем годами, приходится ждать, но это не от нас зависит. Но когда ты видишь результат, что оно все-таки, пускай это не завтра, это не через год, но через 3-4 года это реализовалось, то на самом деле такое тепло в душу приходит. А как вы оцениваете нашу молодежь в курортном районе? Я так скажу, что молодежь, наверное, за последнее время очень сильно изменилась. Я сейчас испытываю некую гордость за нашу молодежь, потому что в сравнении с прошлыми годами молодежь стала более инициативной. Не буду скрывать, что есть какие-то моменты, которые их объединяют, в том числе спорт. Скажу так, что благодаря молодежи в курортном районе, в частности в поселке Молодежно, в Сестрорецке, в Зеленогорске сейчас открылись специальные площадки. Если бы это не инициатива и деятельность молодежи, вряд ли бы это в районе появилось. Поэтому не могу не радоваться, как у нас меняется молодежь в лучшую сторону. Принимают участие во многих мероприятиях и помогают и ветеранам, помогают и школьникам. И хотелось бы, на самом деле, чтобы, ну опять же, то, что они делают, работу, да, ее видят другие дети. Они должны заражаться всем этим, да, и присоединяться. Я очень плотно общаюсь с лидерами Молодежного совета, в том числе и Сестрорецкой, курортного района. И я вижу, как ребята действительно с горящими глазами не только придумывают, но и реализовывают свои идеи в жизни. Это не может не радовать. Что бы вы могли пожелать нашему городу Сестрорецку? Слушайте, хотелось бы, конечно же, пожелать как житель, да, я сейчас не как гипотаж, я как житель Сестрорецка. Да, хочется, чтобы Сестрорецк был комфортным, благоустроенным, шел, на самом деле, в ногу со временем, потому что мир идет за окном 21 века, появляется что-то новое. И хочется, чтобы это все новое, обязательно комфортное и удобное появлялось для жителей города Сестрорецка. Юрий, вам огромное спасибо за эту беседу, я получила массу теплых эмоций, развитие, конечно же, нашему курортному району, вам безграничной энергии. Спасибо вам большое. Спасибо вам, приходите, двери моего дома всегда для вас открыты. Благодарю вас. Чай есть, конфеты есть, сахар с собой брать не надо. Спасибо большое, спасибо, до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.